И всем привет, ребят, с вами Сторванки, с вами записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы протестируем новый драйвер на ВАЗ Пика, как вы знаете, у нас сейчас проходит ивент Собери Танк, и буквально уже завтра будет возможность у каждого из вас их получить, что устройство на ВАЗ Па драйвер, что хоппера драйвера, ну а сегодня я сначала выложу видеоролик как раз таки вот этот видос с ВАЗ Паунд драйвер, потестим его, посмотрим, как он себя покажет в рамках матчмейкинга, ну а дальше сегодня, я думаю, что можно будет попробовать записать еще и хоппера, если у вас, конечно, будет в этом плане интересик увидеть до того самого момента, как вы сами можете получить эти устройства на свой аккаунт, посмотрим их в действии, посмотрим, насколько быстро копится овердрайв, все-таки, что у вас хоппер это корпуса с, ну практически, наверное, самыми быстрыми накоплениями овердрайвов, я покажу режим, в котором это можно дело реализовать очень и очень быстро и очень быстро овердрайвы копить в целом, ну а если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунтике, установите ему личный такт, тактим п, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании, ну а что касаемо васпика и его драйвера, то очевидно, что на сегодняшний момент времени, в связи с тем, что у нас нету никаких других дрона, устройств в игре, оно должно себя показывать очень и очень круто, я возьму такую вот интересную комбинацию в виде васпа-фриза, в виде васпа-фриза, фриз мы возьмем с, ну, наверное, давайте дефолтным адреналинчиком, да, можно было бы, конечно, здесь взять не адреналина, а, например, шелковую заморозку и выкатить такую суперторпеду, и возьмем под это все дело, я вот думаю, ловкач или гиперион, давайте, наверное, возьмем ловкача, посмотрим на ловкача, и запикаемся в лучший режим для реализации как раз-таки этого васпика с драйвером, это режим штурма, штурм за атаку, это то, что нам нужно, чтобы максимально жестко реализовать эту комбинацию, что хопера, что васпика, в этих режимах можно показать супер-супер круто, да, ну и, к слову, насчет того, что я сказал сегодня, еще есть возможность записать видос с хопером, с драйвером и реализовать его, если у вас в этом плане интерес есть, то давайте постараемся на этом видосе как раз-таки набрать соточку лайков, как только вот сотку мы наберем, я сразу же выложу видос с реализацией хопера на драйвер, посмотрим его тоже в матчмейкинге, как он себя покажет, и насколько он вообще актуален, поэтому если интересно, хотите сегодня увидеть, то прожмите лайк, соточку набираем, и как раз-таки видос с хопером тоже у нас выходит, так, ну и, надеюсь, что я за атаку, потому что если я за деф, ох, карта какая противная, если честно, пятка-то за атаку, но карта максимально тяжелая, но давайте попробуем, хотя бы пару заходов, пару заходов, по крайней мере, сделаем, если вдруг получится доставку оформить, то тогда останемся, если вдруг сейчас будет прям супер плотный урон залетать по нам, то просто возьмем и перепикнем катку, так, я вижу гаусс, вижу магнум и вижу грома, возьмем сразу резист, чтобы у меня максимальная защита была от противника, гаусс, магнум, гром, гаусс, магнум, гром, вот такой вот резист мы возьмем, так, ну и вот единственная проблема, которая есть на сегодняшний момент времени в плане реализации ловкача, это в том, что вы не можете сразу одновременно прожать несколько припасов, да, как это было раньше, и за счет чего раньше, например, смотрелся очень круто ловкач, то то, что ты жмешь, например, не трус броней, сразу врываешь и реализация твоего вооружения становится максимально-максимально жестким, сейчас же у тебя есть возможность только поражать один лишь припас, да, за счет того, что ты только можешь поражать один припас, доставим, 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 не доставляю, а, давайте перепикнем, тут, скорее всего, не получится на доставке сыграть, сейчас за счет того, что у тебя есть возможность поражать только один припас, актуальность ловкача резко-резко уменьшается, и в моем понимании, если карта, например, какая-нибудь средняя, да, где тебе надо вот ждать эти 5 секунд для поражения двух припасов, лучше всего взять гипериона, да, сразу же ворвать плюс ловую расходку, если у тебя легкий танк, у тебя и так скорость будет неплохая, и это будет намного-намного эффективнее, плюс у тебя будет еще небольшой кулдаун на аптечку, и, соответственно, ты сможешь спокойно реализовать свое вооружение, вот что касаемо как раз-таки ловкача, да, ты прожал, например, либо сначала не тру, да, через 5 секунд ты прожмешь броню, соответственно, по тебе за эти 5 секунд может прилететь очень большое количество урона, либо же ты нажмешь броню, ну, о, нас кинул за деф, но давайте сыграем даже за деф, давайте сыграем даже за деф, посмотрим, как за деф это дело себе покажет, хоть и за атаку было бы, наверное, более интересно посмотреть, да, на быстрое накопление овердрайва, но я думаю, что и за деф можно тоже здесь грязючки наделать, ну и вот, видите, я не тру прожимаю только спустя 15 секунд, только спустя 15 секунд я прожимаю тот припас, который, ну, по факту, очень сильно нужен здесь нашему ловкачу. Три килла у нас и сразу 65% овердрайва, сейчас я думаю, что даже после первой оверки можно будет попробовать посмотреть за временем накопление этой оудишки, да, сколько плюс-минус по времени надо, чтобы ее накопить. Так, ну и здесь домашка очень плотненько залетает, лаг сервера какой-то непонятный, очень, при том продолжительный, к слову, продолжительные лаги у нас в игре в последнее время появились, да, и, ну, я бы не сказал, что это приятно, я бы не сказал, что это приятно, так, ну и у нас оверка появляется, появляется у нас овердрайв, что с фризом крутое, даже вот без шока, да, заморозка такая неплохая залетает, и ты сразу ее можешь очень вкусно реализовать. Так, ну и вот тайминг, 11.00, у меня нулевый процент овердрайва, смотрим, за сколько у нас идет накопление этой оудишки, улетаем на респ, 20% у меня уже есть, то есть за килл там дается где-то плюс-минус процентов 15, за доставку, конечно, было бы повкуснее, 100%, за доставки там, наверное, было бы вообще по процентику очень и очень неплохо. Так, ну и вот 30 секунд прошло, у нас 40% без дополнительных киллов, всего лишь один килл я по итогу реализовал, и Васпик прожимает вражеские бомбочку, меня еще разочек респит здесь, да, ну и, мягко говоря, конечно, было бы неплохо поменять здесь дрона, да, и взять гипериончиков, пусть у меня не будет такой большой скорости, но как будто, когда я через 15 секунд прожимаю только дополнительную скорость, это очень и очень медленно. 80% овердрайва, 1 минута у нас прошла, то есть грубо у нас, короче, оверка будет копиться, как овердрайв у, как овердрайв у Крусейдера, даже хотя на Крусейдере, наверное, даже быстрее овердрайва мог накапливать, да, то есть все зависит от ваших киллов и от скорости уничтожения противника, чем быстрее вы уничтожаете противника, тем быстрее у вас овердрайв появляется. Минута, грубо говоря, 20 сейчас понадобилась для прожатия этого овердрайва, ну давайте 9.30 стартуем мы, пробуем сейчас чуть больше на киллочки сыграть, понятное дело, что если я буду быстро уничтожать противника, то овердрайв у меня будет копиться намного-намного быстрее, но бывают тайминги, когда ты не можешь дать супер большого количества киллов, соответственно, у тебя и овердрайв по итогу копится довольно-таки, довольно-таки долго. Так, ну вот сейчас, например, за 30 секунд, за 30 секунд у меня уже 80%, то есть, грубо говоря, наверное, где-то за 40 секунд у тебя может быть сотка, это без дополнительных доставок, да, то есть если я буду еще дополнительные доставки реализовывать, вот как, например, в штурме, да, за атаку, то можно, наверное, даже там за условно 30 секунд сделать себе овердрайв на васпике, ну и это круто, да, то есть когда у тебя такой быстрый юркий корпус и с быстрым овердрайвом, еще если учитывать тот факт, что сейчас дальность васпика бомбы стала больше, да, то есть и ты можешь довольно неплохую домашку в целом накидывать, ну а если у тебя такая быстрая бомбочка, то ты ее можешь просто кидать куда хочешь и сразу же дополнительного урона наносить по противнику, по сути у меня даже 15 килов уже на васпожиги, хотел сказать, на васпофризе, 15 килов, это довольно неплохой результат, так, здесь у нас фриз с резистом 50%, он только сейчас прожимает аптечку, нифига себе, а, он еще и с гиперионом играет, вот, кстати, он правильно все делает, гиперион в этом плане идеальный, идеальный дрон для реализации на васпофризе, потому что у тебя и так скорости хватает, ну и плюс у тебя будет довольно быстрый кулдал на аптечку, ну и резист, конечно, его здесь тоже очень неплохо спасает и саппортит, так, пробуем здесь пахарьку накидать, а, у нас гол падает, вот фриз под критами, это, конечно, просто бомбочка, фриз под критами, это очень сильная вещь, диктатор мне очень вкусный такой аудишник раздал, о, еще добавочки сверху дает мне диктатор, бэ, ну, тут, конечно, когда ты вот так вот наносишь урон, это просто салат, это просто салатница, еще сверху где-нибудь сейчас бомбочку можно попробовать, наверное, даже вот под него, даже под него будет неплохая бомбочка, да, и теперь попробуем еще одного быстро раскрутить, вот здесь, кстати, ловкачно неплохо начинает работать, за счет того, что, когда у меня есть полные припасы, за счет вот этой дополнительной скорости, я могу очень быстро перемещаться по карте, имея все припасы, и это работает, это реально работает, так, викинг здесь немножечко неваляшка какая-то у него работает, 87 килов, на досрочку мы, ну, плюс-минус, наверное, заходим в близкую досрочку, в близкую досрочку, так, пробуем упасть, главное не в минус, хорошо, хоппера сразу без аптечки оставляем, по виковому магнуму чуть-чуть накидываем, плотненько раскручиваемся, так, 90-ик у нас есть, противник, кстати, тоже немножечко начинает здесь доставочки реализовать, вот единственное, только кулдаун аптечки у меня очень долгий, очень долгий кулдаун аптечки, а так, фриз по урону себя показывает очень круто, хоппер пытается здесь выехать под нас, шикарно, реализуем его, викингу просто ставим вот такую бамбулербу, чтобы его сразу на бревалово произошла, но ему полностью на бревалово не сделалось, минус тыщенка залетела и аптечку он прожал, соответственно, он остался без аптеки, быстро его здесь добиваем, 28 килов у меня уже имеется на этой супер-мега-быстрой-юркой-торпедной комбинации, ну и нам остается 50 килов, 50 килов, бомбочка здесь, ой, бомбочка, минничка здесь от викинга магнума стоит, довольно неудачная для него, для нас же это наоборот плюсовая темочка, ну и 28, 600 очков, но я считаю, что это очень хороший результат, очень хороший результат, плюс овердраевы заметно быстрее у меня копятся, так, но только вот единственное, против вот этого у васпа-фреза я, к сожалению, ничего сделать не могу, поэтому пытаюсь от него убежать, чтобы раскрутиться на ком-нибудь другом, так, есть еще там аптечка дроповая, подберем ее, 70% овердраева есть, вижу двух противников перед собой, пытаюсь набрить хотя бы одного, 90-к есть, так, здесь есть хантера и зида, и васпа, фриз, фриз, бомбочку куда-нибудь бы вкусненькую поставить, не вижу скопления противников в одной зоне, так, попробуем вот здесь, ага, васпа поймать, но я не успел, он на кризисе, улетает, так, ну и хантер меня сливает, можно было, кстати, под него поставить бомбу, скорее всего бы она сработала, так, 120 у нас уже очков есть, васпик, я думаю, что вот за атаку бы смотрелся бы еще бы бодрее, потому что можно было бы ставить каждую бомбу на респе у противника, да, и, ну, реализация бы этих бомбочек была бы хорошая, опа, мамонт вкусно стоит, даем ему сразу бомбулербу, чтобы ему жизнь повкуснее казалась, так, и викинга быстро сливаем, о, хорька сливаем так же само, здесь хантера и зида с резистом, она особо мне неинтересна, пробуем под викинг, под мамонта реализоваться, раскрутиться, чуть-чуть ему накидываем, прожимаем аптечку, по хантеру, ой, по хантеру, по хорьку перекидка, быстро мне все равно здесь сливает, 37 киллов у нас, 800 очков, набиваем больше очков, чем противники, которые делают доставки, ну, значит, что у меня с доставками здесь могла бы быть уже птыщенка какая-то, викинга магнум сверху прожимает свой овердрайв, не знаю, зачем он его жмет, этот оуди, куда он у него будет залетать, по ощущениям, там каждый выстрел, это просто перелет, так, ну и попробуем его теперь здесь слить, отсюда с этой позиции, 140, 140 у нас по очкам, меня сливают, бомбочка еще одна у меня быстрая появляется, можно попробовать ее, кстати, сразу же вот здесь поставить, потому что противник, я смотрю, въезжает, так, и бомбульерба срабатывает на двоих, блокшотик по хантеру, но и все-таки все равно противник здесь делает доставку, досрочка в сторону оппонента, но довольно близкая, по итогу я зарабатываю 40 киллов и 865 очков, считаю, что все устройства, которые будут появляться, по как раз-таки характеристикам дронов, они будут актуальны, да, и этот ВАСПИК с драйвером тоже очень круто себя показывает, поэтому уже завтра у каждого из вас будет возможность опробовать его, покатать, и я думаю, что вот как раз-таки штурм за атаку, регби, захват флага, это вот те режимы, в которых реализация этих устройств, что ВАСПИКа, что ХОППЕРа, будет максимально-максимально эффективная. Пишите, что вы думаете по этому поводу, обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и также, конечно же, не забывайте наваливать соточку, да, соточку нажмем, и я сегодня еще ХОППЕРа драйвер с тестом контентовый выложу, дабы у вас была возможность уже посмотреть на эти два устройства до окончания ивента, и быть может, быть может, запотеть и постараться их получить, так как я считаю, что один драйвер, что второй драйвер, очень круто будет смотреться в рамках нашего матчмейкинга. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!